Бسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Наблюдая за нашими братьями, которые раньше были ваххабитами, пусть Аллах наставит их на путь Ахлю Сунны, наблюдая за этой категорией людей, и как же много таких, я нашел очень много вещей, связывающего их. Поэтому я решил пролить свет на это и снять новый цикл на тему, почему я оставил ваххабизм, чтобы последователи Ахлю Сунны والجماعة увидели мощь своей правильной и совершенной методологии, и чтобы они знали слабые точки той группы, которая отклонилась от пути Ахлю Сунны. Также для того, чтобы придать смелость тем, кто колеблется и находится в сомнениях, увидев слабость позиций ваххабитов, но не может оставить их путь из-за фанатизма. Что же касается разумных и объективных людей, которые ищут истину, то они не предпочитают истине никого, так как они определяют людей по истине, а не истину по людям. Истина боли достоин наследования. Человек же, который утверждает, что следует Корану и Сунни, следует за праведными предшественниками, но при этом, когда до него доходят слова праведных предшественников, саляфу салих, отворачивается, чтобы подвести их под то понимание, под которое их подвел Ибн Таймия, то такой человек обманывает себя. Этот человек не следует Корану и Сунни, кроме как полагаясь на понимание всего лишь одного человека, которого он сам прозвал праведным предшественником. Очень известный тому пример, самый явный пример, в котором ведут разговоры вакхабиты, это вопрос касательно истиуа. Без сомнения, милостивый над аршем истуа. И здесь ты находишь, комментируя данный аят, что эти люди распространили версию известных слов имама Малика, которая противоречит всем другим версиям. Более того, эта версия является в основе недостоверной. Может быть, ты даже не найдешь для нее цепочку передатчиков. И какая же это версия? Это версия, в которой говорится, истуа известен, но образ неизвестен, а спрашивать об этом является новшеством. А во всех остальных версиях этого предания, которых примерно 10, нет данных слов. В них есть слова, как образ отсутствует, или образ немыслим. Все эти версии отвергают образ и говорят, что образ немыслим. Вместе со всем этим, по причине того, что Ибн Таймия популяризировал эту слабую версию, они отвернулись от всех достоверных версий. С другой стороны, если взять их слова о том, что они следуют за праведными предшественниками, саляфу с саля, то мы ссылаемся на имама Навави, Афиза Ибн Хаджара, это те ученые, на которых во многом они опираются, так как они тоже приводят слова праведных предшественников насчет нашей темы, но вакабиты не принимают от них это. Почему? Они принимают версию Ибн Таймия, которая следует за карамитами, которых они называют праведными предшественниками. Почему, о мой брат, Навави и Ибн Хаджар тоже приводят слова саляфов? Он тоже приводит. Почему ты делаешь основой и опорой версию Ибн Таймия и оставляешь версию всех остальных, в котором есть единогласие ученых? Как бы ни было, этот цикл будет непрерывным. Он будет провожаться комментариями братьев бывших салафитов. Я прошу каждого, кто оставил этот порочный и вялый путь, написать комментарии публично и в личку. Публично, чтобы люди увидели произошедшее. В личку, чтобы это было темой для новых серий. Первым пунктом, в котором пересекаются ответы, пришедшие ко мне, в ответе на вопрос, почему ты оставил ваххабизм, от большого количества людей был это дозволение ваххабитами наговора на оппонентов. Действительно, ваххабиты дозволяют наговор на своих оппонентов. И это продолжается по сей день. Они не прекращали это делать ни на миг. Наговор на оппонентов – это последовательная политика. Посмотрите, например, на самую известную книгу ваххабитов, которая излагает Ашарицкий Масхаб, принадлежащую пиру ваххабитой, посредством которого впали в заблуждение множество людей. Это книга Сафара Аль-Хавали, от начала до конца наговор на Ашаритов. Наподобие Ашариты не верят, кроме как в семь атрибутов Аллаха. Ты не найдешь в мире ни одного Ашарита, который говорит, что у Аллаха только семь качеств. Почему они попали в это заблуждение? Из-за невежества в науке Уссулюльфикх. Когда Ашариты говорят, что у Аллаха есть семь смысловых качеств, или девять, или десять, и когда ваххабиты слышат это, то говорят, о, только семь качеств. Откуда ты взял только семь? Разве ты не знаешь, о невежда, что у чисел нет обратного понимания? Не изучил Уссулюльфикх? Так же и млад и стар ваххабитов в один голос твердят. Ашариты утверждают, что Аллах везде. Покажи мне хотя бы одну книгу Ашаритов, где написано подобное. Разве Ашариты говорят, что у Аллаха вообще есть место, чтобы Он мог быть везде? Это один пример. Такое очень распространено на всех сайтах ваххабитов. Один из братьев Салафитов, имя которого Наджди Хиджази, делает на меня опровержение. Из его ролика я посмотрел максимум две минуты, и там он говорит, что я сказал, «Аллах не сделал истава над троном». Когда я такое сказал? Кто из Ашаритов когда-либо такое говорил? Никто такого не говорил никогда. Их слушатели, их последователи потом начинают говорить, «Посмотрите, они наговаривают на Аллаха, отрицая то, что есть в Коране». А кто же из Ашаритов сказал такое? Никогда вы не найдете такого человека. Все это ложь. В арабском языке это называется ложью. Я всегда стремлюсь быть как можно мягче с этими людьми. Но как назвать такое их поведение? Это не что иное, как ложь. Также они говорят, что Ашариты не принимают тот факт, что иман, вера, увеличивается и уменьшается. Все ваххабиты едины в этом вопросе. Все в один голос говорят, что Ашариты отрицают увеличение и уменьшение имана. А ты обратись к руду «Чаухарату Таухид», самому известному труду среди поздних ученых по Ашаритскому вероубеждению. Там говорится, сильное мнение, что иман увеличивается увеличением поклонения. Итак, сильное мнение у Ашаритов какое? А именно, что иман увеличивается и уменьшается. Также про Ашаритов они говорят, что они отрицают мудрость Аллаха. Ашариты отрицают мудрость? Аллах разве не является мудрым по мнению Ашаритов? Что ты такое говоришь, о бедняк? Если ты не понимаешь слова Ашаритов, то по Ашариату тебе запрещено читать их книги. Исходя из того, что Ашариты говорят, что Аллаха ничто не подталкивает на совершение каких-либо действий, этот человек понял, что Ашариты отрицают мудрость Аллаха. Это просто твое невежество относительно шариата и вероубеждения. Вот это и привело тебя к такому пониманию. Ашариты это и есть те, кто написали книги о макасиду шариа, цели шариата. Кто же является автором самых известных книг в этой науке? Имам Шат-Иби и Шейх-Улюслам из Уддин ибн Абдуссалям. Они являются имамами в этой науке. А кем же они были? Они были Ашаритами. И что же говорят Ашариты? Они говорят, что нету какой-то причины, которая бы подталкивала Аллаха совершать какие-то действия. То есть его действия не преследуют цель. Это то, что касается возведения лжи на своих оппонентов. А относительно суфиев, как говорится, говори, что хочешь, всему поверят. Суфи поклоняются могилам, суфи делают таваф вокруг могил, суфи не взывают к Аллаху, а взывают к мертвым. Все это неправда. Неправда. Максимум, что тут есть, это тавасу или истигаса. Это большинство ученых дозволили истигасу и тавасуль, а вакхабиты запрещают. Это их право. Однако тебе нельзя возводить ложь на суфиев. Итак, первый вопрос, на котором едины все салафиты, и которое стало причиной оставления салафитами, салафизм и перехода на путь истины, на путь ахлю сунну валь-джама'а, это ложь их шейхов на своих оппонентов, коим являются ашариты, матуридиты и суфи. Почему же они прибегают ко лжи? Потому что если они будут честны и расскажут своим последователям все как есть, то все люди станут ашаритами. Самые сильные методы вакхабитов для призыва к своему пути — это опорочить оппонента ложью, обезобразить его. Зачем? Затем, чтобы ухватиться за свое место. Будь естественным, дорогой. Я говорю о вакхабитах, и я предельно искренен. Если я ошибусь, то исправлю это сразу же. Я готов к этому. Самый простой пример — это упоминание мною вопроса о множестве глаз Аллаха, о котором говорит Ибн Усаймин в одной из записей. В тот же день ко мне написали, что в конце этой записи, которая по каким-то причинам тогда у меня не была, он говорит, что у Аллаха только два глаза, а не множество. Потом я снял новое видео и сказал, что Ибн Усаймин говорит так-то и так-то. Это для меня очень легко сделать. Однако вакхабиты могут так поступить? Ибн Усаймин и Ибн Баз умерли, оставим их. В наше время Фаузан и другие их большие шейхи смогут ли на публику объявить, что они несправедливо поступали к ашаритам в этих вопросах, что они лгали на ашаритов? Лгали в том, что ашариты верят только всем качеств Аллаха, что ашариты говорят, что Аллах находится везде, что они отрицают истава Аллаха. Да, истава, которая в умах салафитов, это другая тема, а истава, о котором говорится в Куране, на арабском языке, то ашариты его не отрицают. Мы, и эта милость Аллаха, следуем в этих вопросах методу Корана, в котором говорится, если говорите, то будьте честны. Итак, из самых больших причин, почему салафиты оставляют салафизм, это нахождение лжи в книгах салафитов на своих оппонентов, ради распространения своего заблуждения. Просим Аллаха им наставления. Один из братьев написал комментарий, он до сих пор находится под одним из наших видео, мы сейчас ведем цикл, почему я оставил ваххабизм. Наш брат говорит, я пересказываю его слова. Я был ваххабитом, вместе с тем, что являлся студентом Асхарского университета. Вы, наверное, удивляетесь, как такое возможно. Но, к сожалению, таких много. Он продолжает. Я был ваххабитом, являясь студентом Асхары. Я отвергал слова имама Шафии, опираясь на слова Альбани и Ибн Усеймина, на основе лозунга Коран и Сунна. И также, они мужчины, и мы тоже такие же мужчины. А он дальше говорит, из-за того, что я не проявлял уважения к знаниям и их обладателям, я забыл все, что изучил в Асхаре, хотя много повторял изученный материал. И хвала Аллаху за это. А когда я оставил ваххабизм, я стал вспоминать эти науки. Это истина. Это так и есть. Неуважение к Всевышнему Аллаху, неуважение к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, отражается на твоей жизни, так как Всевышний, Святой и Велик, от Него идет все, и к Нему возвращается все. Ты не уважаешь Всевышнего, прочих тем более не будешь уважать, ни науку, ни что-либо иное. Это является причиной колоссального вступления ваххабитов, критики ученых, к ругательству ученых, к неуважению ко всем великим. Почему? Потому что для Него нет великих. Тогда как Всевышний Аллах является самым величественным, и сами же говорят «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар». Они не почитают его и описывают качествами творений. Конечно, некто из них сейчас придет и скажет «Нет, мы не описываем Аллаха качествами творений». Когда хоть мы его так описывали? Вы берете прямое значение шариатских текстов, потому что один из вас, к примеру, Ибн Усеймин, приходит и говорит, что у Аллаха есть плащ в прямом смысле этого слова. Но я не знаю, как он его одевает. При этом этот человек не считает себя предающим Аллаху телесность, не считает себя муджасимом. Или же, что Аллаха постигает вред в прямом значении этого слова, однако вред, подобающий ему. Это они берут из Адиса «Мой раб вредит мне». Аллаха постигает вред, однако неподобный творениям. Эту чепуху они не считают предаванием Аллаху телесности. Если они относятся к Господу миров таким образом, то к остальным будут более раскрепощены. Поэтому я заметил удивительную вещь. Вчера, по воле Аллаха, ко мне из Франции позвонил молодой человек. Он араб, диалект был саудийским. Живет он во Франции. Также со мной связался один француз. Их ситуации были схожими. Они мне сказали, не в один день, это я слышал от них раньше. Они сказали, мы не уважали никого из мусульман. Мы не уважали никого из мусульман. Ни ученых, никого-либо другого. В чем причина этого? Причина в отсутствии абсолютного очищения Аллаха от низменных качеств. Такое отношение влияет на твою натуру. В психологии это называют предвзятостью. Что такое предвзятость? Это когда ты не можешь мыслить объективно. Пока у тебя есть определенная убежденность, она будет отражаться на все твои суждения. Если ты атеист, ты будешь относиться ко всем только с материальной стороны. А если ты почитающий Аллаха, то тогда ко всем будешь относиться с уважением, так как они его создание. Почитаешь Всевышнего, будешь почитать и его творение. Но в почитании, конечно, будет большая разница, ведь он создатель, а они творение. Для этого распространенного явления Отвержение слов саляфов под предлогом следований. Я не нахожу более подходящий пример, чем пример кукушки, о которой мы говорили на одном из уроков. Если перефразировать, то можно сказать, «Иди сюда, салафит, вахаби, сядь в гнездо Ахлю Сунны, убери оттуда их кладку, теперь свободно для тебя небо, сноси яйца, лети, свисти, и «Клюй, что хочешь клевать!» Они вывели реальных саляфов из степени почтения и поставили на их место тех, кого сами прозвали саляфами. Слова имама Шафии ими отвергаются, утверждая, что у него нет довода. А на имама Абу Ханифу они наговаривают и порочат его, не раздумывая. Однако они следуют за ним только в одном случае, если от него передадут ложный хадис, указывающий на физическое возвышение или сторону, или телесность Аллаха, то здесь они говорят, «Вот имам привел хадис, вы не следуете за ним в убеждении, а следуете только во второстепенных вопросах». Это очень важный момент. Смещение праведных предшественников под предлогом следования за ними. Это явление не обошло ни одного ваххабита. Ни одного. Если он не будет это делать, он оставит ваххабизм. У них Ибн Таймия – главная инстанция в понимании слов праведных предшественников. Он очень много вводит в заблуждение. К примеру, праведные предшественники запрещали толковать некоторые вещи, а он начинал толковать их слова, мол, они имели в виду то-то и то-то. Разве их слова не на арабском языке? Зачем ты толкуешь их слова под свое понимание? Просто лозунги. Как и в некоторых арабских странах, они утром и вечером поднимают лозунги борьбы с безнравственностью, являясь тем временем самыми упорными распространителями пороков. Также и ваххабиты. «Мы следуем за саляфами», «Мы следуем за саляфами», а в действительности слова саляфа, будь то в фикхе или в вероубеждении, не были устранены и смещены, кроме как в период ваххабитов. Поэтому оставление ваххабизма возвращает человека на путь праведных предшественников. Почему? Потому что облака рассеялись, фальшивых праведных предшественников отодвинули, а кукушку выгнали из гнезда. Ее яйца разбросали под открытое небо. Вот теперь ты будешь понимать слова праведных предшественников. Из твоего сердца спадет пелена. Субханаллах. Вот наш брат рассказал нам непостижимое глазами. И это история о том, что его полностью лишили знаний. А потом после ваххабизма возвратили. Это непостижимый случай. Не у всех такое бывает. Однако это подарок от Аллаха. Когда Всевышний посылает на тебя беду, наказывает тебя в этом же мире, пусть Аллах защитит нас и простит нам грехи, то это из-за заботы о тебе, чтобы ты остановился, чтобы ты вернулся на тот путь, который Всевышний от тебя требует. предполагать, что все эти праведные предшественники не понимали что-то, и при этом, с другой стороны, делать громкие заявления о следовании за ними, это удивительное противоречие. Теперь никто из наших братьев-ваххабитов не будет объективным. Если он не придет к нам, оставив все то, что он знал о нас до этого момента, и не поразмыслит. Пожалуйста, брат мой, посмотри, я представляю тебе товар правильным образом. Он был скрыт последние 3-4 века, скрыт из арены специально. Его представляли в искаженном виде. Теперь же приходи к нам спокойно. Спокойно. Приходи к нам с возражениями и критикой, я не говорю с любовью, нет. Приходи к нам с критикой. Наш учитель, шейх Ахмад, говорил, пусть придет даже с критикой, он все равно получит от нас долю. Пусть придет даже с критикой, он все равно получит от нас долю. Это краткий путь, который даровал нам Аллах. Всего лишь посмотри, о брат, посмотри, ты сам судья, но судья без предрассудков. Посмотри, кто принимает, а кто отвергает слова праведных предшественников. Не ставь перед своим разумом очки или фильтр под названием, в кавычках, Ибн Таймия или же Ибн Абдул-Уахаб или Ибн Каим. Возвратись к праведным предшественникам, свободно от них, и посмотри на их слова сам. Проверь вероубеждение, а потом и вопросы фикха. Если же ты сейчас в ускоренном виде хочешь посмотреть, то у меня есть несколько видео насчет Тафуиза, оставления на Аллаха смысла тех ссифатов, которые внешне указывают на недостаток. Из них и видео, которое я назвал Тафуиз, это без сомнений, путь салявов. Посмотри, чтобы ты увидел объем обманок, которые тебе представили, и увидишь, что на слова ашаритов, которые соответствуют словам салявов, в теме Тафуида, были совершены нападки. Для чего? Для того, чтобы отвернуть тебя от пути праведных предшественников, чтобы ты продолжал жить в гнезде кукушки, у которой в действительности нет гнезда, которая просто оккупировала гнездо Ахлю Сунны. Я очень благодарен всем братьям, которые отправили мне сообщение и оставили под видео комментарии. Я благодарен им, так как их истории спасут сотни и тысячи братьев, которые еще не ведают, на каком пути они находятся и не знают, где находится безопасное место. Я благодарен им, и за это они получат великую награду, иншаллах. Я прошу, если история будет длинной, то лучше отправляйте ее мне в личку. Можно и в комментариях оставить под видео. Нет проблем, но лучше было бы, если отправите в личку. Наш следующий брат из Магриба. Он отправил длинное письмо, оно, как обычно, начинается с именем Аллаха и воздаяние хвалы и салавата. Он пишет, «Я из Магриба, я раньше тоже переписывался с вами и под большинством ваших видео оставлял комментарии». Пусть Аллах благословит вас за ваше усердие в распространении истинного пути. Я вкратце расскажу свою историю с ваххабизмом. Во-первых, я вступил в эту группу приблизительно 16 лет назад. Это было время, когда я решил покаяться и измениться. Тогда я даже не знал о том, что внутри нашей умы есть разногласия, не знал ничего о вопросах вероубеждения. Я встретился с некоторыми братьями, которые познакомили меня с этим путем, с ваххабизмом. Они сказали, что это путь истины и путь праведных предшественников. Далее они познакомили меня с их учителями и студентами в нашем городе. Я абсолютно не имел представления об Ахле-Сунне и находился в полном невежестве. О ловушке салафитов мы говорили на прошлом видео, когда говорят, что следуем за саляфами, следуем Корану и Сунне. А потом оказывается, что под саляфами они имели в виду только Ибн Таймию и Ибн Абдул-Ваххаба. Давайте продолжим чтение письма нашего брата. Далее он говорит, «Также у меня было искаженное понимание о единственном мадресе, которое находилось в нашем городе, думал, что это источник нововведений». Так они описывают всегда Ахле-Сунна. Хотя я был невеждой и не имел никаких знаний. В эту группу я вступил, во-первых, на основе слепого следования тому, что мне говорили. И, во-вторых, из-за любви к праведным предшественникам. Прошло где-то два года, я не переставал слушать проповеди и уроки ваххабитского толка. Львиная доля ваххабитского призыва строится на ораторском таланте, а научного подхода абсолютно нет. И, как вы сами видите, вопросы убеждения, таухида, у них бывают слишком примитивными. Дальше он продолжает. «Между этим я изучал Коран. После этого я начал защищать этот путь, эти убеждения, так как думал, что это убеждения саляфов». К большому сожалению, в таком положении пребывают многие. Естественно, это дело требует определенного багажа, коим являются книги двух шейхов-ваххабитов, это Ибн Таймия и Ибн Абдул-Ваххаб. А на интернет-ресурсах я наткнулся на сайты, где были комментарии их книг. Таким образом, три года я изучал их книги, комментарии к ним, будь то аудиоуроки или докторские диссертации, пока не стал до мозга костей чистым, таймитом-ваххабитом. Главная моя цель была опровергнуть то, что я считал на то время заблуждением. И это убеждение фикх и тасауфа шаритов. На то время все было перевернуто в моем понимании. Прошли года, я был на этом же убеждении, и приступил я к изучению инструментальных наук. И тут я уже начал понимать. Началом озарения является изучение инструментальных наук, наук арабского языка, однако оставив в стороне призмовых хабитов, которые тебе диктуют, как ты должен понимать и читать. Они тебе говорят, что ты должен понимать то-то и то-то без образа, но сами комментируют тебе эту самую, в кавычках, безобразность. Далее он пишет, я начал изучать инструментальные науки, особенно науку Усулюльфикх. Тут нужно понять, что науку Усулюльфикх можно называть инструментальной наукой с той стороны, что она помогает понимать Коран и Сунну. И когда я понял, что все эти науки были усовершенствованы и исследованы только ашаритами, обратите внимание на этот момент. Это очень важно. Поэтому этот ролик будет тоже иметь подобное название. Ашариты являются комментаторами хадисов, муфасирами Корана и большинством этой уммы. В начале своего пути я не понимал это. И когда я все это понял, то задался вопросом, как Аллах может ввести в заблуждение большинство наследников пророка? Ведь они – это те, кто потратили свою жизнь в изучении знаний, в поклонении, в отрешенности от этого мира. Эти мысли затормозили меня и заставили задуматься. Я начал размышлять о вероубеждении и подумал, что может быть расхождение во мнениях между ашаритами и вакхабитами в вопросах вероубеждения допустимо. В общем, человек был честен с самим собой. Он увидел силу ашаритов и прочность их методологии. И сейчас хочет как-то смягчить свое положение. Найти своим убеждением оправдание – это понятное дело, так как человеку трудно признать, что он находился на явном заблуждении. Далее он говорит. Последователи саляфитов принимали неясные тексты Корана и Сунны буквально, а другие толковали их. И до 2015 года я даже не подозревал, что буквализм саляфитов, к которым я относился, и установление Аллаху телесности является одними тем же. И так, началом наставления человека служит умение разделить путь праведных предшественников, который является оставлением смысла неясных текстов на Аллаха, от пути вакхабитов, которые устанавливают буквальный смысл неясных коранических текстов. И как же эти пути различны. То есть праведники признавали, что эти тексты имеют смысл, но однако оставляли знания их на Аллаха. И ни в коем случае не придавали Аллаху части тела, да убережет Аллах от этого. Далее он продолжает. И тогда я решил прочитать ашарицкую акыду с их книг. Тут начинается та стадия, о которой историки пишут и в жизнеописании имама Абульхасана Аль-Ашари. Ибн Асакир в Табьине говорит, что Абульхасан Аль-Ашари был подобен иновирцу, который принял ислам. То есть когда он оставил мартазилистскую акыду и начал изучать акыду пророка, он был чуждым среди них. Я начал изучать ашарицкую акыду с их книг и от их ученых. И хвала Аллаху, в интернете было полно аудиоуроков, особенно уроки шейха Саида Фуды. После прослушивания некоторых его уроков и его опровержений на Ибн Таймию, мое убеждение начало расшатываться, и те основы, которые были в моей голове и о которых я думал, что это истина, начали ссыпаться. По стене таймийских убеждений начали наноситься поражающие удары. Решетки убеждений Ибн Абдул-Вахаба начали ломаться. После исследования я понял, что те убеждения, которые в моем представлении были убеждениями саляфов, оказались лишь пониманием Ибн Таймии и его последователей убеждений саляфов. Я понял, что это убеждение карамитов, которое очень далеко от очищения Аллаха от недостатков. Я понял, что был на убеждении евреев, так как думал, что Аллах не отличается от творений ни телесностью, ни формой, и что он образа большого человека, его глазами невозможно постичь. Это и есть их убеждение, как бы они этого не отрицали. Почему-то мы не понимали тот абсурд, в который верили. Мы предполагали, что если отрицать знание образа, то спасемся от уподобления Аллахотворением. Когда я прочитал немного из науки Усулюльфик, после того, как ознакомился с методологией факихов четырех маскабов, большинством из которых являются ашариты, я понял поверхностность ваххабитов в вынесении фетв и в понимании фикха. Резюмируя, скажу, никто не спасется из тюрьмы под названием ваххабизм, пока не разрушит его таймийские стены и не сломает решетки ибн Абдул-Ваххабы. Наш брат, как мы видим, очень воспитан. Далее продолжает. Также я понял, что долгое время жил в невежестве. Очень часто я пишу об этом в комментариях, о том, что находился в полном невежестве относительно убеждений праведных предшественников и также убеждений ашаритов. Хвала Аллаху, который наставил нас на путь истины. Если бы он не наставил нас, то мы никак не были бы наставлены. Да благословит Аллах вас. Ваши уроки увеличили мое убеждение и пусть Аллах принесет посредством вас пользу мусульманам. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва ракату. Еще раз благодарю нашего брата. Пусть Аллах воздаст тебе благом и хвала Аллаху за то, что он вывел нашего брата, как он вывел очень многих людей из этих омерзительных убеждений. Письмо нашего брата содержит очень много пунктов, которые совпадают с тем, что и в других письмах. Но началом наставления этого брата было изучение инструментальных наук, а далее изучение основных наук. И после этого он понял, что те, кто исследовали шариатские науки, являются ашаритами. Ашариты не просто передавали эти науки. Они являются теми, кто основал эти науки, усовершенствовал их и исследовал их. И так во всех науках. Возьми, к примеру, науку чтения Корана. Раат. Ты найдешь, что большие ученые, которые передавали эту науку, которые писали об этой науке и исследовали ее, были ашаритами. Возьми науку хадисоведения, изучи ее, ее школы, ее больших имамов. И ты найдешь, что большинство из них были ашаритами. Не говоря уже о фикхе, так как это ремесло ашаритов. Большие ученые, все ашариты, будь то имам Аль-Газали, Аль-Рази, все они были факихами. А наука Уссу-Люль-Фикх, то можно сказать, что на 100% она ашаритская наука. Но есть некоторые маутазелитские авторы тоже в этой науке. Однако ашариты взяли эту науку в свои руки и отодвинули маутазелита в сторону, после чего она полностью стала ашаритской. В действительности все науки были исследованы ашаритами. И тот, кто ругает ашаритов, относит их к новшествам, ссылаются на того же имама Шатыби, ссылаются на Абу-Шама Аль-Макдиси, и они оба ашариты, против ашаритов используют ашаритов. Также ссылаются на Ибн-Джаузи в вопросах нововведений. А Ибн-Джаузи после 90% из 100 соответствует ашаритам. Если хочешь, прочитай его книгу «Даф'у шуба и ташпи». Кто-то из молодых может возразить тем, что Ибн-Джаузи где-то про ашаритов сказал что-то плохое, ну и пусть, в одном месте он противоречит им, а в 90% из 100 соответствует им. И что с того? Такова научная реальность. Те, кто писали эти науки, были ашаритами. Ты не сможешь изучить и понять ни одну из наук, кроме как через путь ашаритов. Если не верите, то ищите этому замену. К примеру, возьмем любого, кто отвернулся от пути ашаритов, например, того же Ибн-Усаймина или Ибн-База, или же Альбани. В их книгах ты найдешь очень удивительные нереальные вещи. Эти люди придают Аллаху такое качество, как скука. Однако говорят, что это не такая скука, как у нас. То есть скука, подобающая Аллаху. Причисто Аллах от такого. Придают Аллаху подверженность вреду, то есть раб вредит Аллаху в прямом смысле этого слова. Они в этом ничего проблематичного не видят. В одно время мы удивлялись христианам, как это они утверждают, что Бог распят, придают подверженность вреду. Понятно, что по мнению христиан, раз Иисус Бог, то боль, которую Он испытывал, неподобна боли, испытываемому нами. Его боль неподобна нашей боли. Но как бы ни было ему больно, ему навредили. Вот результат их слов. Обратись к фикху, там ты найдешь у них очень удивительные, далекие вещи. Противоречие, полное невежество об основах фикха. Вождение женщины и машины несколько лет назад они считали чуть ли не большим грехом. Они явно не говорили, что это большой грех, но однако запрещали категорически. К примеру, Паузан говорит, что женщине запрещено водить автомобиль, так как может быть, что она может поехать к своим любовнику. это причина его запрета. Такие причины находят те, кто потеряли науку ашаритов. Однако эта причина может быть в любом из нас, так как любой может поехать к своей любовнице. И получается, из-за этого нужно запрещать водить машину? А другой, который также и мне преподавал, считается одним из их знающих, больших ученых, требует от людей поменять воду на дезинфицирующие средства. Он говорит, в Коране Аллах говорит, очищайтесь, а это средство для очищения, так как вода полна бактерий. То, о чем говорится в Коране, это очищение, которое противоположно нечистоте. Там не имеется в виду под очищением устранения бактерий, так как это новый термин, о котором не было известно в прошлом. Имам Шатеби, который является ашаритом, говорит, что аристские тексты не подгоняют под новые терминологии. Он говорит, что тексты Корана и хадисов нужно понимать в том понимании, которое было известно в те времена. Итог тех, кто отрицает науки ашаритов, бывает таким. Они становятся посмешищем для людей. Они становятся посмешищем для людей. Они становятся посмешищем для людей. Просим наших братьев, которые отошли от этого порочного пути, написать нам об их покаянии, как они оставили ваххабизм. Без разницы, в комментариях напишите или отправьте в личку. Один из братьев написал к нам ответ на вопрос, который мы задали, и не перестаем задавать каждому, кто оставил ваххабизм, о причине его оставления, чтобы это стало причиной наставления людей на правильный путь, на путь, который спасет их в этом и потустороннем мире, вместо того, чтобы поносить людей, обвинять их в неверии утром и вечером. И вот тот достойный брат написал одну строчку, в которой говорит следующее. Я оставил ваххабизм, потому что являюсь специалистом в области арабского языка. И когда я прочитал основополагающие книги по грамматике, такие как комментарии книги Муфассель, Алькафия и Китабу Сибауайхи, книги Абу Али Альфариси и его ученика Ибн Альджинни, я оставил их. Четко и ясно. Брат изложил свою историю в сокращенном виде. В действительности, человек, который углубленно изучил науки арабского языка, не может находиться на пути ваххабизма. Почему? Потому что он знает, как был ниспослан Коран и стиль его ниспослания. Я это говорю для всеобщей пользы. После того, как я выучил и понял муаллаки, всем кассет на арабском языке, написанных в доисламскую эпоху, я начал получать удовольствие в тарових намазах с чтения имамом целых джузов Корана. Я стал получать наслаждение от книги Аллаха. Почему? Потому что ты начинаешь чувствовать атмосферу ниспослания Корана. Изучение арабского языка имам Аз-Забиди сделал основой для возрождения умы. Его философия заключалась в том, что люди, к которым был ниспослан Коран, за короткое время стали господами всего мира. Их поднял Коран. И в чем же заключается секрет? Это правильное понимание Корана. А понять его невозможно, кроме как через понимание арабского языка. Аз-Забиди проявлял очень сильную активность, да так, что даже написал комментарий к толковому словарю арабского языка Аль-Мухид. И комментарий он назвал Да воздаст Аллах ему благом. Он и его друг, имам Ад-Дардира и шейх Джабарти принесли много пользы нашей уме. Но Наполеон Бонапарт наблюдал за всем этим и убил всех ученых, выпускников этой школы, школы имама Аз-Забиди, имама Ад-Дардира и имама Джабарти и ученых университета Алясгара. За один год Наполеон убил 1500 молодых выдающихся ученых. В это время Алясгар постигла большая беда убийством больших ученых. И в последующем, как известно, таких студентов оттуда уже не выпускали. Шейх Аль-Фазилий жил в районе Аль-Манайль на острове рядом с Нилом. Когда он из Манайль шел в Алясгар, то по дороге обучал вероубеждению погонщиков ослов, которые отличались смышленностью, погонщики ослов обычно являлись бедными людьми, и он таким образом обучал их науке таухид. Началом для понимания Корана является арабский язык, и есть вероятность, что тот, кто не понимает арабский язык, может стать ваххабитом. К примеру, утверждение Ибн Усеймина, что у Аллаха есть накидка, указывает на то, что он ничего не понимает из арабского языка. Он не вкусил суть арабского языка. У арабского языка есть свой стиль речи. Из его стилей речи является то, что сказал Аль-Джурджуни, да смилуется над ним Аллах. Книга Аллаха, если от нее уйдет переносный смысл, то она утратит свою половину красоты. Тот, кто не знает науку Ма'ан и не знает науку Баян, не сможет понять Коран. Наука Ма'ан разбирает принципы выбора выразительных средств языка, разбирает именные предложения, также и глагольные, чем они отличаются, повествовательные предложения и иные. Также необходимо ему знать стилистику и риторику, темы, изучающие в науке Баян, переносные смыслы слов, метафору, как арабы использовали речь, грамматику, морфологию. И человек, который это все не освоил, непременно станет ваххабитом. Я жил в Саудии определенное время и встречался с их шейхами. Я воучу и увидел, что эта сторона у них нарушена. Я много задавался вопросом, почему в пустыне Шанкитии в Мавритании есть понимание арабского языка, так как я у этих пустынных жителей нашел сладость речи. Я учился у некоторых из них, однако они оба, саудийцы и шанкитийцы, жители пустыни. Но почему в Шанкии, в Мавритании, есть ученые, которые знают арабский язык, понимают речь Всевышнего, а в Саудии эта сторона нарушена полностью. В чем причина этого? Причина этого в господстве ваххабитской идеологии. Я это не говорю с целью упрекнуть кого-то. Для меня нет разницы бедуин и не бедуин. Все одинаковы, все мусульмане. Мы тут говорим о нашей реальности. Бедуины считаются большей частью людей, которые являлись знатоками арабского языка, которые вкусили его сладость, их слова даже приводили в качестве доказательства в определенных вопросах, касаемо арабского языка. Почему араб из Шанкитии не утерял сладость арабской речи, в то время как араб из Саудии ее потерял? В чем причина? Причина этого в распространении ваххабизма, который закрыл врата для понимания арабского языка. Когда человек в совершенстве владеет арабским языком и понимает его, он понимает и смысл речи Аллаха. Я благодарен нашему брату за то, что он обратил наше внимание на этот очень важный момент. Каждый раз, когда ты укрепляешься в понимании арабского языка, ты становишься близок к книге Аллаха и к пути пророка, миром и благословением. Поэтому начинаешь чувствовать ту атмосферу, в которой был неспослан Коран, и ты становишься близок к нему. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий и нажать на колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...